Привет! Целый ряд новых функций на YouTube, а также стремительные изменения для отдельно взятых авторов. Сегодня насыщенная подборка новостей, которая поможет нам с вами избрать правильный курс для ведения канала в 2021 году. Итак, важное разъяснение от YouTube касательно того, кому отключат монетизацию и за что. Подробное руководство о причинах демонетизации видеороликов, подробные правила выпустил YouTube. Ссылочка будет в описании на справку. И там, собственно, в этом руководстве рассказывается, как правильно проходить самосертификацию на предмет пригодности видеоролика для монетизации. Оно распространяется на весь контент, включая трансляции, значки видео, названия, описания, теги. Подробно описаны возможные ограничения монетизации по более чем 10 типам нарушений. Это и насилие, и ненормативная лексика, и контент для взрослых и так далее. Кстати, если вы вдруг не знали, уже вступим в силу закон, который запрещает мат в социальных сетях. И по идее он распространяется также и на YouTube. Однако мы с вами прекрасно понимаем, что для крупных каналов вряд ли что-то изменится. Естественно, вряд ли будут применять какие-то санкции к отдельно взятым авторам, за исключением каких-то показательных случаев. Однако эта законодательная инициатива позволяет регуляторам иметь пространство для маневра и в случае необходимости обратить внимание на то, что в той или иной соцсети присутствует мат, и наложить на нее санкции, начиная от штрафов и заканчивая более суровыми наказаниями, например, за неисполнение предписаний прокуратуры, суда, Роскомнадзора и так далее. Но мы сейчас не касаемся политических новостей, мы возвращаемся к вопросам демонетизации. И сейчас я вам отвечу на вопрос, что же будет с авторами и видеороликами, названия которых написаны капсом, то есть все большими буквами. И специальное руководство для геймеров по самосертификации и проверке пригодности контента для монетизации дает нам ответ на этот вопрос. Там 5 актуальных проблем для геймеров по использованию ненормативной лексики, контента для взрослых, изображений сцен, насилия, событий, требующих деликатного отношения, а также по спорным вопросам. Итак, давайте пройдемся по некоторым примерам рекомендаций. Расовым оскорблением будет считаться даже то, если недопустимые слова выкрикивает персонаж по сюжету, и это часть повествования игры. Это приведет к ограничению монетизации. То есть, если есть какие-то кат-сцены, или просто персонаж отыгрывает там какого-то нетерпимого к тем или иным расам и так далее, и выкрикивает какие-то сцены, то надо это править на монтаже. Это не должно идти непосредственно в повествовании видео. Равно не должно отображаться во время стрима. Монетизацию могут ограничить, да и в общем-то могут быть другие санкции к каналу. Далее, контентом для взрослых с ограничением монетизации будут считаться материалы из игры, где персонажи находятся, например, в стриптиз-клубе. Тоже примите внимание. Отдельно в руководстве прописаны правила для значков и названий игровых видео. Так, например, недопустимым считается следующее в плане значков и названий. Надписи, содержащие непристойную лексику, написанную целиком, а также с буквами, замененными символами. Или целиком из непонятных символов, но в понятных выражениях. Например, что за... Ну вы поняли. Я тут не могу изобразить прочтение этих символов, но догадаться каждый сможет. Также названия, написанные заглавными буквами для привлечения внимания. То есть названия, написанные капсом. Например, самый жесткий прием. За такое будут отключать монетизацию. Вот собственный ответ. И более того, если на регулярной основе злоупотреблять такими названиями, то включается система скоринга. Просто за сами по себе названия. Скорее всего, авторов никак не накажут. И кто-то, кто писал капсом, также будут продолжать. Могут демонетизировать видео. Но далее. Если на канале есть ряд нарушений как-то. Названия, написанные капсом. Высокий процент дублирующего контента. Сцены на грани нарушений принципов сообщества. Спам, например, в описании. Ключевики там какие-то нерелевантные. Использование неавторской музыки. Наличие заявок контент-айди. По совокупности, это может приводить к тому, что на всем канале целиком отключат монетизацию. Либо канал будет получать страйки. Или даже будет заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube. Либо он может быть заблокирован за спам, обман и грубое нарушение правил YouTube. Поэтому будьте осторожны. И даже если экспериментируете с пограничными такими приемами оптимизации, никогда не перегибайте палку. Поскольку последствия могут быть катастрофическими. Потеря канала – это потеря времени, сил, денег, вложенных в его развитие на протяжении долгого периода времени. И, в общем, зачем терять свой проект? Лучше защитить его на более ранних этапах. Разработчики обращают внимание, что описанные в руководстве правила распространяются не только на летсплей, но и на видеореакции на игровой контент, демонстрацию, зачитывание чужих оскорбительных комментариев во время игровых стримов и так далее. Кстати, касательно комментариев, у меня есть к вам интересное предложение, но об этом чуть позже. Следующая важная новость – YouTube будет скрывать оскорбительные комментарии. Теперь, если кто-либо будет вас оскорблять в комментариях, то умная нейросеть постарается такие комментарии отсеять и поместить их вниз на страницу комментариев на проверке. Как вы знаете, есть опубликованные комментарии, а есть секция на проверке. И там, собственно, на рассмотрение она называется. На рассмотрении. И там, внизу этой секции, будут находиться потенциально недопустимые комментарии, поскольку они могут оскорблять вас, вашу честь, достоинство и также каких-нибудь, например, третьих лиц. Когда вы решите перейти в скрытые комментарии, система попросит подтвердить это решение и предупредит, что прочитанное потенциально может огорчить. На мой взгляд, это очень важно в том плане, что много людей не могут легко относиться к хейту, к оскорблениям. Весь этот негатив существенным образом выбивает человека из привычного ритма, наносит ему душевную травму и демотивирует. Поэтому такое решение YouTube я считаю более чем здравым. И более того, если алгоритмы и искусственные нейронные сети научатся действительно хорошо фильтровать обратную связь от токсичной аудитории, то атмосфера на платформе станет на пару градусов более здоровой и более нейтральной, что ли. А этого сейчас очень не хватает, особенно в токсичном русскоязычном пространстве YouTube. И я, кстати говоря, имею честь предложить вам провести стрим по комментариям, находящимся на рассмотрении и по комментариям вот такого рода. Если вам будет интересно, в отдельном стриме откроем просто вкладку на рассмотрение. Я буду зачитывать и комментировать, что мне там понаписали уважаемые хейтеры и люди, которые нестандартным образом выражают свои мысли. Так что, если вам такая идея нравится, напишите об этом в комментариях, поставьте лайк к этому видео, я замечу и организуемся. Дальше. YouTube добавил новые функции для премьер. Теперь, если вы хотите привлекать больше людей на премьеры, вы вначале можете провести эфир, а потом сразу же начать премьеру. И перенаправление будет, в общем, автоматизировано. И вы сначала, собственно, рассказываете в эфире о предстоящей премьере, прямо перед началом ее показа. И потом пользователей направляют на страницу просмотра премьеры. Также добавлены трейлеры. Эта функция позволяет загружать предварительно записанное видео, которое будет воспроизводиться на странице просмотра перед премьерой. Вместо стандартной заглушки, которая там присутствует. Трейлеры призваны подтолкнуть зрителя, установить напоминание и присоединиться к премьере в прямом эфире. Трейлеры могут быть от 15 секунд до 3 минут в длину. Это важно. В течение нескольких недель эта функция станет доступна на каналах с более чем тысячей подписчиков. После внедрения разработчики обещают сделать доступ для всех пользователей. То есть скоро мы сможем попробовать воспользоваться вот этими трейлерами для премьер, проводить эфиры и перенаправлять зрителей на просмотр премьеры ролика. YouTube прекращает поддержку Apple TV. Но не всех Apple TV, а только третьего поколения. В марте 2021 года устаревшие версии ТВ-приставок Apple TV лишатся поддержки приложений YouTube. Четвертое поколение и 4К под управлением TVOS по-прежнему могут работать с нативным клиентом YouTube. Несмотря на это, воспроизводить контент с YouTube на TV-приставках по-прежнему будет возможно через протокол AirPlay. Однако для этого потребуется iPhone, iPad, iPod или компьютер на Mac с возможностью трансляции экрана на TV-приставку. И вы знаете, как это делается. Далее. Немножко политики. Не агрессивно так. Общественной палате Российской Федерации предложили создать в стране аналоги YouTube и Facebook. Facebook-то при чем? У вас в ВКонтакте есть, который принадлежит, мейл.ру по сути, и там государственная доля. В общем, всем понятно. Но тем не менее, власти говорят, что надо вести активную борьбу с тотальной цензурой западных интернет-гигантов и создать новые социальные сети аналоги YouTube и Facebook. Об этом 6 февраля член Общественной палаты Российской Федерации Вадим Манукян рассказал в беседе с Nation News. Ну что ж, посмотрим, как будут создавать отечественные аналоги, импортозамещение производить и вообще к чему это приведет. По-моему, результат немного предсказуем. Но поговорить об этом депутаты всегда найдут возможность. Далее. Иск телеканала «Царьград» к американским юрлицам Google впервые рассмотрят в России. Интересно то, что 2 февраля 9-й арбитражный апелляционный суд согласился с тем, что данный иск можно рассмотреть. Причина состоит в том, что истец находится под санкциями. В августе 2020 года «Царьград» потребовал от Google восстановить доступ к своему аккаунту, а также взыскать неустойку в размере 100 тысяч рублей в день. Вдумайтесь в эти цифры. За каждый день просрочки в случае неисполнения решения суда. В Google настаивали на том, что договор «Царьграда», ну, соглашение с YouTube, да, регулируется английским правом и подчиняется юрисдикции английских судов в отношении любого спора. Арбитражный суд Москвы и 9-й арбитражный апелляционный суд отказали в удовлетворении ходатайства Google, признав, что иск «Царьграда» подсуден арбитражным судам Российской Федерации. Суды ссылаются на статью 248.1 арбитражного процессуального кодекса АПК РФ, введенную в июне 2020-го. Она посвящена исключительной компетенции российских судов по делам с участием лиц, находящихся под санкциями. Классно. То есть, в некоторых случаях очень выгодно попасть под санкции. Неплохо. YouTube-канал Юрия Шатунова с более чем миллионов подписчиков в скором времени может быть заблокирован. А возможно, когда вы смотрите этот выпуск, он уже заблокирован. Это связано с тем, что за две недели он получил три страйка. Причина страйков состоит в конфликте в рамках команды, в рамках группы. Клипы экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова на песне группы были заблокированы по запросу американской компании World Media Alliance Label Incorporated. Шатунов считает это провокацией со стороны Андрея Разина, который является одновременно солистом группы «Ласковый май» и ее продюсером. Ранее Шатунов ответил отказом на обращение правообладателя ООО «Честная музыка» заключить договор на исполнение песен группы. И 18 ноября суд откладил иск Шатунова, который требовал признать незаконным лицензионный договор, в отношении которого компания «Честная музыка» запрещает артисту исполнять песни группы. Так вот, спустя время, кстати говоря, где-то там, не знаю сколько, пару недель назад, в вкладке «Сообщество» на данном канале стали появляться новости о том, что на канал ведется атака. Его закидали страйками и у автора остается 7 дней для того, чтобы разрешить данный спор. Иначе канал уходит в бан. И судя по всему, те, кто блокирует канал, действуют очень решительно и намерены довести свое решение до конца. Посмотрим, к чему это приведет. Тем временем, клип «Little Big» побил рекорд русскоязычного YouTube по количеству просмотров для развлекательного контента. Он преодолел планку в 500 миллионов просмотров. Это действительно восхитительный результат и достиг его клип на трек с Кибиди «Little Big». В общем, здорово, ребята, молодцы. Ролик вышел в 2018 году и даже устраивали флешмоб соответствующий танцевального движения. Ну что ж, желаем набрать миллиард просмотров и двигаться вперед. Пранкер погиб во время съемок видео про ограбление для YouTube в штате Теннесси в США. Ребята вооружились ножами мясницкими и пошли пранковать. Но они не предупредили потенциального участника этого всего шоу, который должен был стать жертвой пранка. Однако же у него был с собой пистолет. И он, недолго думая, застрелил потенциальных грабителей. А что ему ждать-то было? Два мужика идут со здоровенными ножами к нему с какими-то непонятными предъявами. Ну окей, он решил защитить себя, достал ствол и завалил одного. Ну вот такие дела. Да, бывает. А как вы думаете, стоит ли в России разрешить короткоствольное огнестрельное оружие для граждан? Если есть мысли по этому поводу, можете написать об этом в комментариях. Пользователям YouTube предъявлены обвинения в незаконных уличных гонках. С такими новостными заголовками выступили некоторые СМИ. Речь идет о ситуации в Калифорнии. Было арестовано 5 человек, которые устраивали гонки в стиле Need for Speed. И катались на дорогих суперкарах со скоростью 250 км в час. Теперь ребята арестованы. Организатор гонок, 26-летний Руждан Абдалла, выкладывал видео своих подвигов вождения на YouTube. Где он разгонялся более чем до 250 км в час. Также он призывал зрителей присоединяться к гонкам. Окружной прокурор назвал эти гонки безответственными и опасными. Демонстрирующими полное пренебрежение к жизни участников, зрителей и невинных свидетелей. На данный момент у арестованного были проведены обыски дома, изъяты автомобили. Сам организатор был освобожден под замок в 20 тысяч долларов. С запретом садиться за руль. Подумайте, кого из русскоязычных ютуберов, рассказывающих про автомобили, участвующих в гонке, вы бы могли представить в подобной ситуации. А может быть кто-то даже в подобной ситуации был. Авторы YouTube получили гранты от фонда YouTube Black Voices. И в общем, два ютубера в прошлом месяце получили гранты. Они вошли в число 132 избранных чернокожих авторов со всего мира. Это цитата из СМИ. Я тут не иронизирую, вы не подумайте. В рамках гранта авторы получат индивидуальное обучение, специализированную партнерскую поддержку и финансирование для развития канала. Каналы, получившие грант, это Evelyn from the Internet. Мне нравится, посвящен этот канал юмористическим историям, 247 тысяч подписчиков. И Tiffany Rothe Workouts, посвящен физическим тренировкам в домашних условиях. Один из трендов 2021 года, которым можно, в общем-то, посмотреть в моем ролике про темам видеороликов, популярным в 2021 году, которые стоит брать для развития своего проекта. На втором канале почти миллион подписчиков. В общем, ну, поздравляю, ребят, здорово получили гранты, пусть развиваются. А когда будут гранты для светлокожих авторов, вопрос скорее риторический. У Министерства иностранных дел России появился аккаунт в ТикТоке. Ну что ж, это успех определенно. Ну, если бы там Лавров вел этот аккаунт, я бы, наверное, оценил. Если его там не будет, даже не предлагайте мне заходить и смотреть эти видео. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что это планировалось давно, а развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа. У них на момент написания публикации 16 подписчиков и два видеоролика. Первое видео посмотрели 60 человек, второе 129. А теперь, внимание, вопрос. Сколько государственных денег было выделено на информационную работу, которая называется ведение аккаунтов в ТикТоке? У меня чувство, будто что-то здесь совершенно точно не так. Возможно, когда-нибудь мы увидим эту информацию в очередном расследовании на канале Навального. Это шутка. В ТикТок появились официальные аккаунты МЧС. Тоже интересная новость. Вот, кстати, тут ролики мне понравились, потому что бравые ребята МЧСники стоят на топорах и снимают разный другой интересный контент. Ну и, в принципе, ведомство умеет показывать различного рода шоу. Им действительно легко создавать контент для ТикТока и получать много просмотров. Ну и вообще, молодцы, развивайтесь. Пользователи раскритиковали Твич за рекламу во время минуты молчания. Это просто какой-то трэш. В общем, был стрим, там зрители скорбили по погибшему одному, я так понимаю, из стримеров. И была минута молчания во время которой, бах, запустилась реклама. Есть две версии. По одной из версий это связано с работой алгоритмов Твича, когда возникает пауза, запуская рекламу. Вторая версия связана с тем, что на данном канале, о котором идет речь в Твиче, просто был настроен бот, который подсовывает рекламу во время длительных пауз. Так или иначе, получилось неудобно. Вот такой конфуз произошел. Да уж. Ну что ж, на сегодня это все новости касательно стрима. Интересно ли вам это, жду комменты и лайки. Вообще, если понравилось, можете поделиться с друзьями-ютюберами. А я на сегодня заканчиваю. До встречи в следующем ролике, будет интересно. С вами Коно Дэн, про YouTube. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok